У нас эта ситуация, мина замедленного действия, была заложена тогда, когда мы взяли эту модель. Это была американская модель 1958 года. В 1964 году мы ее ввели, а с конца 80-х, начала 90-х годов пошел вот этот диспаритетный рост цен, когда мы оказались привязаны к рынку. И явление международного агробизнеса, которое вокруг производства сельскохозпродукции возник, это американский термин, международный агробизнес, он стал забирать максимальную прибыль. Но развитые экономики мира пошли по пути дотации, по созданию искусственной рентабельности, за счет чего они там дорожающие средства защиты, минеральные удобрения и семена не компенсируют. У нас эта модель не включена. Поэтому за счет чего мы могли поддерживать рентабельность? За счет нещадной эксплуатации почв, путем недокладывания удобрений, путем низких зарплат сельхозпроизводителем. То есть любой путь экономии без поддержания искусственной рентабельности. Но мы когда стали искать как технологи, вот биоцентр это не просто компания, которая производит какие-то там стимиксы, фитостимы и все это продает. Она возникла как агротехнологическая компания, которая искала выходы из вот этой ситуации, засасывающие. Мы видим, она засасывает. И мы искали пути, где можно идти. Источник, за который не надо платить. И мы сформулировали понятие платные ресурсы, бесплатный ресурс в растеневодстве. Бесплатный ресурс это свет, вода, биологические процессы, которые дают питательные вещества для растений. То, что попадает в понятие плодородия почвы. У нас путают с понятием агрохимический потенциал урожайности, когда удобрения сыпят. Плодородие к удобрениям никакого отношения не имеет. И мы сделали технологию. У нас сейчас вычленилось два пути. То есть я сейчас говорю для производителей, что мы решили этот вопрос. У меня сейчас есть хозяйство, которое по этому году при урожайности 50 центнеров с гектара в условиях Тамбовской области, Мичуринский район, три хозяйства, 7200 общая площадь, получили при урожайности 50 центнеров пшеницу с себестоимостью 1500 рублей за тонну. При том, что у нас средняя взвешенная цена производства 10 тысяч рублей за тонну. Потом у нас есть хозяйства, которые пошли по пути максимальной урожайности. То есть у нас идет путь либо создания модели, которая дает на маленьких затратах. Мы делали ее для банкротных хозяйств, у которых им любые советы даешь, и у них нет оборотных средств. А есть те, которые пошли, им нужна максимальная урожайность. И у нас есть степная пшеница, Новосибирская 15-я, Новосибирская 41-я, которая в рамках хозяйства, у них урожайность 80-90 центнеров, 30 километров с северной Красноярской, яровая пшеница. Вот у него было два поля, одно поле 40 гектаров, урожайность 108 центнеров с гектара. И мы выстраивали на системы некорневых подкормок, на разложении пожневных остатков, на правильном подборе химических средств защиты растений, та базовая модель, которой мы пользуемся. И в этом случае у нас бешеная рентабельность, сотни, 400-500 процентов рентабельности. Поэтому тяжелейшему году и большая масса прибыли с гектара, и вторая по экономике, когда вообще денег не было, и тоже 400-500 процентов рентабельности. Система адаптированного биологизированного земледелия, на чем она построена? Применение правильно подобранной химии и биологии вместе, мы работаем вместе. Второе. Система некорневых подкормок. Мы не кидаем удобрения бездумно, которые стоят огромные деньги. Мы работаем точечно по фазам развития растений. Мы разобрались по этим фазам, что надо. Третий момент. У нас есть солома. Мы научились работать соломой. У нас 4 препарата для разложения соломы. Это не триходерма, который разлагает солому, разуплотняет почву, запускает процессы, потому что мы создали препараты, способные приживаться в почве. И еще у нас разработана система перехода на наутил, но для тех, кто хочет и может. Это отдельная тема. Но на первых трех, которые универсальны, мы выстраиваем целую модель с огромной рентабельностью и просто можем ей научить. Наши препараты будут там играть, чужие препараты. Это новый подход, это новый шаг, который необходимо было сделать. Во всяком ли в хозяйстве можно реализовать технологии, которые вы предлагаете? Во всяком. Причем, я говорю, у нас точка бифуркации получилась. Одни стремятся к максимальным урожаям, а другие стремятся к максимально низким затратам. Мы построили две модели, между ними есть огромное количество хозяйств, которые имеют там в условиях Ростовской области свои 60-65. Ну, при цене производства от 3 500 до 5 тысяч рублей за тонну. Они не хотят засвечиваться, потому что для них выгодно, когда об этом никто не знает. У них все хорошо, их это устраивает. Вот когда 10-15% прибавка, об этом начинают кричать. Сарафанное радио на 40% прибавки урожая не работает. То есть, я что хочу сказать? Проблема есть, проблема идет по нарастающей. Мы, как агротехнологическая фирма, создали модель. Легкую ко внедрению, имеющую опыт внедрения в разных регионах. От Крыма до Красноярского края. У нас к ним есть прописанные технологические карты для разных регионов, которые больше 10 лет мы работаем. У нас есть препараты наши и не наши. Химию мы не продаем, но мы можем давать грамотные советы по использованию химии. Потому что, например, тема низкого качества пшеницы – это новые болячки, которые появились. И не нужно их решать за счет больших доз азотных удобрений, а просто там нужна правильная подборка химии. Мы создали систему адаптивного биологизированного земледелия, которую мы предлагаем для массового внедрения. Мы выходим на другие страны. И она интересна тем, что она позволяет сделать новый шаг из той американской модели, которая в свое время удвоила урожайность, а сейчас полностью съедает рентабельность. Мы эту технологию сделали, мы проводим семинары. И я думаю, что у нас будет семинар где-то ближе к марту. Я подвезу представителей тех хозяйств, которые имеют полторы тысячи рублей себестоимости пшеницы. И я хочу, чтобы мы для аграриев привели обучающий семинар, где будут присутствовать практики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!